И я передаю слово следующему докладчику, кандидату медицинских наук, доценту, главному внештатному специалисту-гинекологу Департамента здравоохранения города Москвы, заместителю главного врача ДКБ номер 52 Департамента здравоохранения Москвы по перспективам развития коренной Вере Вячеславовне. Вера Вячеславовна представит доклад по синдрому поликистозных личников у девочек-подростков, фенотипы и их практическое применение. Уважаемые коллеги, добрый день. Я надеюсь, меня хорошо видно и слышно. Мы вроде бы проверяли звук, картинку, все было хорошо. Огромная благодарность организаторам мероприятия за возможность участия и за приглашение. И действительно, сегодня мы с вами поговорим о таком частом, таком распространенном, таком понятном и одновременно непонятном, исходя из того, как точно мы можем это диагностировать, особенно в подростковом возрасте, состоянии, как синдром поликистозных яичников, о том, какие трудности диагностики лечения возникают, особенно в разрезе того, что на сегодняшний день для синдрома поликистозных яичников сформулировано несколько разных фенотипов, о которых мы еще не говорили совсем недавно. Отдельно хочу сказать огромное спасибо колодию Алексеевну, которая помогала в создании нынешней презентации. И давайте с вами начнем. Одну секунду, сейчас будем с вами листать слайды. Окей, поехали. Итак, я хочу обратить ваше внимание на то, что количество публикаций, посвященных синдрому поликистозных яичников, в последние годы, драматически увеличилось. И вы видите, что в 2019, 2020, 2021 году количество этих публикаций было максимальным за всю историю. Когда мы знакомимся с подмедом, мы знакомимся с этими публикациями, интерес к этой патологии возрастает, количество научных исследований, изысканий на тему причин развития синдрома поликистозных яичников возрастает, количество предложений по использованию различных вариантов терапии увеличивается, хотя мы знаем, что перечень этих препаратов не так уж велит, особенно если мы говорим о детской подростковой практике. Синдром поликистозных яичников. Почему я говорю о том, что это, с одной стороны, очень понятная, известная нам проблема, с другой стороны, это та проблема, с которой мы часто сталкиваясь, не понимаем, в каком направлении нам двигаться. Ну, во-первых, трудности диагностики упираются в то, что существует достаточно высокая вариабельность понятия нормы менструального цикла. Терминология, которую мы используем, не всегда отражает истинные нарушения, которые мы видим при синдроме поликистозных яичников, и отсутствует единое понимание истинной этиологии патокинеза заболеваний. В разных лабораториях используются совершенно разные нормы, референсы по андрогенам, и мы по-разному интерпретируем эти данные. И что очень важно, что критерии диагностики синдрома поликистозных яичников при продуктивном возрасте, в постменопаузе, как бы достаточно странно это не звучало, и в подростковом возрасте могут значительно отличаться. Ведь синдром поликистозных яичников – диагноз синдромальный, это диагноз исключения, диагноз, когда мы сначала исключаем какие-то другие варианты проблем, и только если другие варианты исключены, тогда мы говорим о том, что действительно в этом случае может идти речь о синдроме поликистозных яичников. Если мы говорим о взрослой практике, каковы критерии постановки диагноза? Это известные вам роттердамские критерии 2003 года, когда должны присутствовать у пациентки любые два из трех признаков, а именно либо олиго- и ановуляция и клинические биохимические признаки гиперандрогеномии, или сочетание олиго- и ановуляции с поликистозным яичников по данным ультразвука, либо наличие клинических биохимических признаков гиперандрогении в сочетании с мультифолликулярным морфологией яичников по данным ультразвука. Для взрослых пациенток вот эти критерии очевидны и понятны. И диагностика СПКИА строится на том, что мы оцениваем герцутное число, оцениваем показатели гормонального фона пациентки, оцениваем менструальную эволюторную функцию и выполняем ультразвуковое исследование органов малого таза. И если мы находим любые два критерия синдрома поликистозных яичников, мы говорим о том, что мы можем поставить диагноз. Мне бы хотелось подчеркнуть, что наличие всех трех критериев не принципиально важно для постановки диагноза, потому что, исходя из того, что на сегодняшний день описано 4 фенотипа поликистозных яичников, комбинации могут быть разные. Для взрослых пациенток фенотипы А, Б, С и Д – это фенотипы, которые могут в себе сочетать все три критерия. Фенотип А, когда есть и эволюторная дисфункция, и гиперандрогения, и мультифлюкулярная морфология яичников по данным ультразвука. Это фенотипы Б, когда по данным ультразвука никаких изменений нет, но тем не менее мы видим, что у пациентки отмечается транзиторное эволюторное нарушение и гиперандрогения. Это фенотип С, когда эволюторная функция сохранена, при этом у пациентки по данным ультразвука имеют место быть мультифлюкулярные яичники и при этом есть гиперандрогеномия. Вот это, наверное, тот фенотип, который у пациенток взрослых встречается достаточно нередко и вводит нас в заблуждение. Мы не ставим диагноз с синдромом поликистозных яичников, если мы видим, что эволюция сохранена. На самом деле это неправильно, некорректно. Мы можем поставить диагноз, просто мы должны подчеркнуть, что это будет фенотип С. И есть еще один фенотип, фенотип Д, когда уровень андрогенов нормальный, когда по данным ультразвука поликистозных яичников нет, при этом отмечается эволюторная дисфункция. Наверное, самый сложный для верификации фенотип, потому что мы не можем говорить о поликистозных яичниках, мы не видим их по данным УЗИ. Но у пациенток подросткового возраста диагноз с синдромом поликистозных яичников не ставится или он может быть поставлен совершенно по другим критериям. У этих пациенток данные ультразвуковой диагностики не столь говорящие, не столь очевидные, как у взрослых женщин. Если у пациенток подросткового возраста мы видим клинические или биохимические критерии гиперандрогеномии и олигоэминорею, то это становится основанием для постановки диагноза поликистозных яичников. А УЗИ для нас абсолютно непоказательным, потому что только через 8 лет после минархии ультразвуковые критерии поликистоза могут быть верифицированы точно. До 8 лет после минархии, а соответственно, если мы понимаем, что положим средний возраст наступ к минархии, это 12 лет, мы добавляем 8 лет, получаем 20 лет нашей девочке. В этом возрасте она оказывается уже во взрослой женской консультации, и она выпадает из поля зрения подросткового и детского гинеколога, соответственно, этот диагноз в этом возрасте ей и не ставится. Но помните о разных фенотипах, помните о том, что наличие двух критериев из двух уже достаточно для того, чтобы мы предполагали, что эта пациентка будет в группе риска в дальнейшем по развитию СПКЯ, конечно же, важно, принципиально нужно. Какие дискуссионные вопросы в разрезе синдрома поликистозных яичников мы должны обсуждать, если мы говорим о пациентках подросткового возраста? Это отсутствие корреляции между степенью выраженности киперэндрогении и клиническими проявлениями, и это зачастую более сложный доступ к препаратам оффлейбл, потому что препараты оффлейбл – это то, что и во взрослой практике мы должны назначать только с решением ЛЭК, а у пациенток молодого возраста у нас должны присутствовать еще и подпись мамы, которая соглашается с таким лечением. Это все становится гораздо более сложным, нежели во взрослой практике, и здесь я, как взрослый гинеколог, приношу вам некие соболезнования, потому что я понимаю, что вам работать гораздо сложнее, чем нам, со взрослыми пациентками. Дифференциальная диагностика при синдроме поликистозных яичников также очень важна, и я хочу сразу подчеркнуть, что те критерии, о которых мы обычно говорим, когда мы сравниваем соотношение ЛГФСГ, повышение тестостерона или тестостерона и андростандиона, повышение дегасуфата – это вопросы, которые при синдроме поликистозных яичников достаточно спорны. Посмотрите на сравнительную таблицу того, как меняются гормональные или иные критерии при СПКЯ и при ВДКН. Например, что касается герсутизма. При СПКЯ он встречается у 60-70% пациентов, но и при ВДКН есть он у практически 60%. Акне – 33% при ВДКН, до 25% при СПКЯ. Нарушение менструального цикла больше характерно для СПКЯ, нежели для ВДКН, но если мы говорим о поликистозной морфологии яичников, то и при том, и при другом состоянии он встречается достаточно часто, хотя, конечно, при СПКЯ мы видим большую частоту диагностики. Нарушение жирового обмена, ожирение – цифры примерно сопоставимы. Инсулинрезистентность больше характерна для синдрома поликистозных яичников. А вот соотношение ЛГФСГ, которое на сегодняшний день вообще не является критерием постановки диагноза, встречается чаще при СПКЯ, но совершенно не исключено при наличии ВДКН. Тестостерон повышается и при том состоянии, и при другом состоянии, так же, как и ДГА-СУПАТ, хотя тенденция к повышению ДГА-СУПАТа выше у пациенток именно с ВДКН. Что в отношении алгоритмов диагностики ВДКН и дифференциальной диагностики в сравнении с синдромом поликистозных яичников? Принципиально важное отличие – это повышение 17-х прогестерона и наличие мутации 21-гидроксилаза. Я, честно говоря, не владею информацией, насколько это доступно в детской и подростковой практике у шар-гинекологов, и, наверное, будет любопытно мне узнать от вас, коллеги, как это поставлен или не поставлен в процесс. Во взрослой практике эти исследования, исследования мутации 21-гидроксилаза, чаще всего выполняются на инициативной основе, когда пациентка самостоятельно сдает эти анализы в сторонних лабораториях. Мы очень часто должны ориентироваться на базальный уровень 17-х прогестерона для того, чтобы назначить исследование. Если этот уровень составляет от 6 до 30 наномоль на литр или от 2 до 10 нанограмм на миллилитр, тогда рекомендуется обязательно генетическое исследование этой мутации. Если уровень меньше 6, то дефицит, в принципе, мы можем исключить. А если он выше 30, то даже без каких-то предварительных обследований мы можем предполагать, что этот дефект генетический у пациентки имеет место быть. Алгоритмы введения пациенток с синдромом поликистозных яичников также принципиально отличаются среди пациенток репродуктивного возраста и среди пациенток подростков. Но нужно всегда помнить о том, что это состояние, это заболевание, о котором мы не забываем на протяжении всей жизни пациента. Фетальные формирования, фетальные предпосылки к формированию поликистозных яичников на сегодняшний день доказаны, и они есть. И в дальнейшем реализация синдрома поликистозных яичников чаще всего случается в детско-подростковом или раннем репродуктивном возрасте. Но не исключены и манифестации этого заболевания в позднем репродуктивном периоде и даже в премии на паузе, понимая, что синдром поликистозных яичников – это системная проблема пациентки с этим заболеванием, и именно поэтому находится под диспансерным наблюдением на протяжении пожизненным. То есть когда синдром поликистозных яичников поставлен в соответствии с федеральными клиническими рекомендациями, пациентка находится под наблюдением на протяжении всей жизни. И на сегодня существуют критерии оценки качества оказания медицинской помощи таким женщинам, уровень доказательности у них разный, но измерение роста и веса, оценка индекса массы тела, исследование свободного тестостерона, глобулино-связывающие половые стероиды, оценка индекса свободных андрогенов – все это является обязательными критериями. Точно так же, как и в назначении по лечению этих пациенток, есть критерии, позволяющие говорить о том, что медицинская помощь была оказана полноценно на том уровне, на котором современная практика это требует. Я, к сожалению, очень ограничена сегодня по времени, потому что о поликистозных яичниках, мне кажется, можно говорить бесконечно долго, обсуждать различные клинические случаи. Сегодня, к сожалению, вынуждена завершить свою презентацию, потому что тайминг и время конференции ограничены, но буду готова ответить на любые вопросы, если они появились в чате. И еще раз огромное спасибо организаторам конференции за возможность выступить сегодня и быть вместе с вами сегодня. Спасибо большое.